Здравствуйте, товарищи! Я свое выступление сегодня хотел посвятить вопросам, которым сталкиваются и люди, которые начинают профсоюзную борьбу. Создают профсоюзы, собирают работников в профсоюзы и приступают к профсоюзной борьбе. То есть это некоторые рекомендации тем, кто начинает профсоюзную борьбу. Зовут меня Попов Михаил Васильевич, я профессор по кафедре экономики и права, президент фонда рабочей академии, консультант российского комитета рабочих. Ну и как специалист по трудовому праву хотел бы прежде всего обратить внимание тех, кто приступает к профсоюзной борьбе, к созданию профсоюза, к разворачиванию его работы, что очень важно в этой деятельности, поскольку эта деятельность связана с разрешением конфликтов, составиванием своих прав, очень важно понимать, что вы занимаетесь деятельностью а справедливой и б законной. Причем это надо понимать не на том уровне, что вам кто-то сказал или вы услышали, вот скажем, в таком выступлении, которое я делаю, а надо понимать, что это основано на законе. И для этого нужно знать закон для того, чтобы им успешно пользоваться. Вот у меня в руках свежее издание Трудового кодекса России, апрельское. Дело в том, что в него наши органы законодательные вносят время от времени поправки, и поэтому некоторых, скажем, преимуществ и благ уже может и не быть тут. А вот другие тут сохранились и есть. Чтобы вы, начиная эту деятельность, понимали, что то, что связано с профсоюзной борьбой, является деятельностью абсолютно законной, абсолютно справедливой, и нужно знать нормы, на которые опираться. Я сегодня поговорю об очень немногих нормах, только тех, которые в самом начале Трудового кодекса. И содержатся они в части первой, в разделе первом «Общие положения». А глава первого называется так «Основание начала трудового законодательства». В статье первой цели и задачи трудового законодательства говорится, что целями трудового законодательства является установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан. Это надо знать тем, кто собирается вести профсоюзную борьбу. Какие есть государственные гарантии? Создание благоприятных условий труда. Защита прав и интересов работников и работодателей. Вы знаете, что работодатели объединяются тоже. Есть союз промышленников и работодателей. Их очень много. Есть и в регионах, есть и российские предприниматели и работодатели. Собираются на конференции, симпозиумы, вырабатывают единую политику. Они же не запрещают делать то же самое работникам. Но если работники не делают, они, значит, дают возможность себе свои права и интересы ущемлять. Значит, в этой же статье говорится о том, что основными задачами трудового законодательства является обеспечение соответствующих прав, в том числе наведение коллективных переговоров, заключение коллективных договоров и соглашений. Ясное дело, что коллективный договор зависит от того, кто его составляет. Если вы составляете проект, получается хороший проект, хороший для работников. Если вы не будете составлять, может быть заключен коллективный договор, который ваше положение не улучшает. Но все равно в законе говорится, что не действуют те положения коллективного договора, которые ухудшают положение работников по сравнению с тем, которое дано законом. Поэтому ухудшить положение по сравнению с законом нельзя. Поэтому работа по составлению коллективных договоров выигрышная всегда. Вы можете только улучшить свое положение, а ухудшить его невозможно. Или если это будет ухудшение, то это будет противозаконное ухудшение. Ухудшение вообще положения работников противоречит нашей Конституции. Статья 7. Участие работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и применении трудового законодательства предусмотрено в законном случае. Вот в той же статье говорится. Участие работников и профессиональных союзов. Если у вас нет профессионального союза, значит, у вас нет этой возможности через профсоюз участвовать. Если у вас нет коллективного договора, значит, у вас нет норм, которые превышают законодательство. То есть, как бы государство вас не обязывает, но оно дает права. То есть вы можете иметь профсоюзы, можете иметь коллективные договора. Если вы не сделали профсоюз, не сформулировали проект коллективного договора, естественно, коллективный договор не будет в ваших интересах. В статье 2 провозглашаются основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. Это, прежде всего, свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на который свободно соглашается. Запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда. Ни по какому принципу нельзя допускать дискриминацию. Это запрещено законодательством. Обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда. Если вы считаете, что условия труда несправедливые, опираясь на это положение, на статью 2 трудового ухожекса, вы можете отстаивать свое это право на справедливые условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены. Вот товарищи крановщики сейчас как раз активно создают свои профессиональные союзы. Их право на то, чтобы создавать и иметь условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, записано во второй статье. Надо на него везде ссылаться. И все работодатели, которые это право не соблюдают, они нарушают закон. Как называются люди, которые нарушают закон? Это преступная деятельность, преступники. Поэтому, а вы, как работники, не имеете права участвовать в преступной деятельности. Говорят, а почему вы остановили свою работу на этом кране? Потому что я не хочу быть преступником. Потому что это связано в том числе со здоровьем людей. Безопасность. Это что может быть? Может быть, могут быть жертвы. Мы прекрасно понимаем, что современная техника, она какие только страшные и тяжелые случаи происполагает. Они происходят у нас, в нашей экономике. А кто должен об этом закончиться? И работодатели, и работники. Если работодатели это не выполняют, то работники должны выполнять. Но это записано в законе. Это не приходь всех ильных работников. Это обязанность. И продолжаю. Права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены. Права на отдых. Права на отдых, включая ограничение рабочего времени. Есть ограничения государственного установления. Надо за ними следить. Предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих, праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска. Обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы. Это не прихоть работника, что, дескать, заплатите мне вовремя зарплату. Это норма закона. У каждого работника есть право на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы. Вот вам дали третью часть или вторую часть или за этот месяц не дали. Это все грубое нарушение уже статьи 2, основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. Государство в этой же статье провозглашает обеспечение права работников на объединение для защиты своих прав и интересов. Причем это право и для работников и работодателей есть. Работодатели это право используют, а если работники не используют, они получают некоторый минус для своей работы, для успехов в своей борьбе. Включая право работников создавать профессиональные союзы и вступать в них. Если вы не создали профсоюз, не создали его и не вступили в него. Хотя создать профсоюз очень легко. Вы собрали инициативную группу не менее трех человек. Прогласовали за создание профсоюза. Он уже есть. Избрали председателя. Вот по три человека. Один председатель, другой заместитель, третий. Казначей. Установили какую-то сумму вносов или процент от зарплаты или фиксированную. Какую вы считаете нужным? Нет ограничений. Регистрировать не обязаны. Нет такого. Почитайте закон о профсоюзах. Нет там обязанности регистрировать в профсоюзах. Потому что там начинается канитель. Открытие счета в банке. Налоговая инспекция будет вас проверять, поскольку вы будете в этом счет в банке иметь. Вы будете иметь такое преимущество, как быть исцом и ответчиком в суде. Вам хочется быть ответчиком в суде? Если хочется, то можете регистрировать в свой профсоюз. То есть общественное объединение, которое не зарегистрировано, оно ничего не теряет, кроме того, что оно не является исцом и ответчиком в суде. И оно не является… Вы через суд все равно ничего не добьетесь. В трудовых отношениях суды малую роль играют. Здесь все решает вопрос объединения, борьбы, коллективных трудовых споров, включая право на забастовку. Так, сочетание государственного и договорного регулирования трудовых отношений. Вам государство основные положения высказало? А вы дальше? Вот на справедливую зарплату, на улучшение условий труда, благоприятных. Записывайте в проекте коллективного договора. Проекты такие, причем прекрасные проекты, которые проверены жизнью, стали уже не проектами, а реализованными договорами, есть на сайте фонда рабочей академии и на Ленинградского отделения фонда, или на общем сайте, и на Московского отделения фонда рабочей академии. Пожалуйста, берите и используйте. Обязательность восмещения вреда причиненного работнику в связи с исполняемым его трудовых обязанностей. Обязательность, это относится к работодателю. Обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод, включая судебную защиту. Вы имеете право обратиться в суд, хотя, я еще раз повторяю, самое лучшее средство защиты своих прав и интересов – это коллективные действия. А коллективные действия трудно сделать без профсоюза, поэтому первое, что нужно сделать – образовать профсоюз. А если у вас профсоюз есть, но плохой, берите председателя из профсоюзного комитета, и будет он у вас хороший. Вот вся проблема. Ну, для этого тоже нужно иметь инициативную группу, готовиться к собранию, готовить выступающих, готовить предложения и отстаивать их на собрание. А если у вас один был здесь предложение, а все остальные будете сидеть и молчать, а не 10 человек подряд выступать, ну, тогда вы этого не добьетесь. Обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных судовых споров, а также право на забастовку в порядке, установленным настоящим кодексом и иными федеральными законами. Я неслучайно начал с самых первых статей трудового кодекса. Ну, кто-то может не дочитать до 32-й статьи, или до 37-й, или там какой-то еще дальше. Но это вторая статья трудового кодекса. В ней уже записана обязанность обеспечения права на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, а также право на забастовку в порядке, установленном настоящим кодексом и иными федеральными законами. А дальше, в каком порядке это право обеспечивается, какая процедура, это вы можете почитать. Обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключенного договора. Право работников требовать от работодателя соблюдения его обязанности по отношению к работникам, трудового законодательства и иных актов, содержащих норм трудового права. Обеспечение права представителей профессиональных союзов осуществлять профсоюзный контроль для соблюдения трудового законодательства и иных актов, содержащих норм трудового права. Есть у вас профсоюз? Вы можете осуществлять профсоюзный контроль. Создали, учредили инспекцию труда профсоюзную, избрали профсоюзных инспекторов или назначили профсоюзных инспекторов, дали ему удостоверение, подписанное председателем профсоюзной организации, И пусть проверяют, опираясь на статью вторую и на закон о профсоюзах. Ну, если вы этого не сделали, значит, вы себя лишили возможности осуществлять профсоюзный контроль. Говорят, нам не дают проверять. Ну, как не, вы не берете. Берите. И вообще права не дают и берут. Запрещение дискриминации в сфере труда. Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах. Или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола. Рас, цвета кожи, национальности, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям. Или к каким-либо социальным группам. Лица, считающие, что подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации морального вреда. Это третья статья. Статья четвертая. Очень важное. Запрещение принудительного труда. Начинается утверждение, что принудительный труд запрещен. К принудительному труду относится работа, которую работник вынужден выполнять под угрозой применения какого-либо наказания. Насильственного воздействия. В то время как, в соответствии с настоящим кодексом или иными федеральными законами, он имеет право отказаться от ее выполнения. Обратите внимание, это статья четвертая. Он имеет право отказаться от людей, работающих на технике и видящих, что нарушены нормы ремонта техники, что техника не в порядке. И она может привести к повреждениям не только технического характера, но и к травмам людей, и к смертному исходу. Значит, в этом случае он имеет право отказаться от ее выполнения. В том числе, написано в статье четвертой, нарушением установленных сроков выплаты зарплаты и выплаты ее не в полном размере, возникновением непосредственной угрозы для жизни и здоровья работников, следствием нарушения требований охраны труда, в частности, необеспечения его средствами коллективной или индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами. То есть, вот законодатель в лице государства ставит вопрос так, что да, мы обязываем работодателей, но если это вот ваши права, вы тоже обязаны за этим следить и это соблюдать. Только тогда, может быть, это выполнено. Потому что за всем государственный инспекторнам следить не могут. И я думаю, что больше всего и самый лучший контролер – это тот, кто в этом заинтересован. Трудовые отношения и иные непосредственные связанные с ними отношения регулируются также коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами. Статья пятая – это трудовое законодательство и иные акты, содержащие норму трудового права. То есть, неправильно считать, что только приказами директора, приказами руководителя и приказами работодателя регулируются трудовые отношения. Для этого существует специальный такой институт, институт коллективных договоров. В коллективном договоре ничего нельзя сделать, поставить такое, что ухудшает положение работников. Эти нормы, если они включаются в коллективный договор, недействительны. И наоборот, все может быть включено, что улучшает положение работников. А дальше заключение договора предполагает соответствующую процедуру, которая расписана в этом самом трудовом кодексе. Это развернутое требование работников. Если вы не сделали такое требование, не удивляйтесь, что у вас этого нет. Чего есть у других, кто составил такие коллективные договора и добился их выполнения. Коллективным договором, соглашениями, говорится в статье 8, может быть предусмотрено принятие локальных нормативных актов по согласованию с представителями органов работников. Не только с учетом мнения, а по согласованию. Вот если вы создали представительный орган работников, у вас есть профсоюз, и он представляет более половины работников, вот у вас написано в коллективном договоре, что нельзя что-то изменить в худшую сторону без согласования с профсоюзным комитетом. Допустим, все. Все. Но если у вас такое не записано, значит, можно, не считая с профсоюзными комитетами, с работниками, какие-то издавать указы, которые ухудшают положение работников. Дальше. В статье 9 регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в договорном порядке. Коллективные договоры, соглашения, трудовые договоры не могут содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Если такие условия включены в коллективный договор, соглашение или трудовой договор, то они не подлежат применению. То есть, то, что улучшает положение, пожалуйста, можете включать. То, что ухудшает, даже если оно включено, не подлежит применению. Поэтому вот есть такие возможности, которые должны использоваться и которые в первую очередь нужно использоваться, когда создается и для чего создается профессиональный союз. Вот на эти пункты я хотел обратить ваше внимание, потому что это вообще самое начало. И все, кто собирается только делать профсоюз, собирается вести профсоюзные работы, должен знать, что он находится на правильном пути, законном, справедливом и должен понимать, что его деятельность, она полностью укладывается в нормы наших законов. И наоборот, нарушение вот этих прав противоречит законодательству и противоречит нормам, установленным государством. Желаю вам успеха. И, конечно, вы должны понимать, что нельзя просто надеяться на закон сам, закон не выполняется. Закон дает вам право, а права отстаиваются борьбой. Счастливой его деятельности и успехов в борьбе. Продолжение следует...